С каждым годом грузовиков ЗИЛ на наших дорогах становится все меньше, и многие единицы, которые еще колесят по дорогам, оцениваются в 500-600 тысяч рублей. Однако есть машины, которые в цене заняли высокую планку. В этом выпуске будет 6 таких машин. ЗИЛ-131, который помогает пересаживать деревья. 2,5 миллиона рублей. В Республике Чувашия существует редкий автомобиль специального применения на базе ЗИЛ-131. В его задачи входят функции по пересадке крупных деревьев. Специальная установка в задней части машины способна выкопать дерево вместе с земляной массой вокруг и доставить его для пересадки в другое место. Однако ему под силу лишь деревья, не превышающие 6 метров и 20 сантиметров в диаметре. ЗИЛ-4334 на бензиновом двигателе. 1 миллион 300 тысяч рублей. В Московской области есть два абсолютно новых полноприводных грузовика ЗИЛ-4334. Для региона это большая редкость, ведь выпуск уже давно прекращен, а на месте завода уже давно выстроили жилой комплекс. Эти грузовики работают на силовых агрегатах, которые нужно заправлять бензином. Один грузовик вместо шасси, а второй имеет бортовую платформу и готов перевозить грузы. Буровая установка УРБ-2А2 на шасси ЗИЛ-131. 1 миллион 800 тысяч рублей. Если ваш бизнес это бурение скважин под воду, то вам наверняка будет полезна еще одна буровая установка на базе ЗИЛ-131. Владелец данного авто в качестве бонуса обещает установить грязевой насос. Чтобы окупить данный агрегат, придется изрядно потрудиться, ведь цена его оценивается в 1,8 миллиона рублей. ЗИЛ-157БМ-13. Катюша. 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы все помним из детства про военную машину Катюша. Времена меняются, машины обновляются, но легенды будут жить вечно. Во Владимире есть фирма, которая производит реплики Катюш на основе грузовиков БМ-13. На помощь приходят новые технологии, которые позволяют по чертежам проводить лазерную резку. Получается довольно хорошо. Только один вопрос, кто будет их покупать. Конечно, у любого товара есть свой покупатель. Наверняка и эти реплики уйдут с прилавков магазинов. ЗИЛ-Лесоруб. 3 миллиона 999 тысяч рублей. В Можайске в течение нескольких месяцев не могут продать интересный проект, который именуется как Лесоруб. Его создали на полноприводном шасси легендарной Шишиги. Кабина была позаимствована у ЗИЛ-157. В качестве двигателя используется Биг Блок от Chevrolet Suburban на 7,4 литра. Выхлопная система сделана на базе составляющих Lamborghini Gallardo. Автоматическая коробка передач TH-400. Такая же коробка присутствует на военных грузовиках. Снегоочиститель шнекороторный СШР-1 на шасси ЗИЛ-131. 4 миллиона 200 тысяч рублей. Шнекороторные снегоочистители стали появляться на территории СССР в 50-х годах. В качестве базы выступали чаще всего грузовики ЗИЛ-157. Спустя много лет в некоторых городах можно встретить такую технику только уже на базе ЗИЛ-131. Интересная деталь данной машины состоит в том, что под капотом отсутствует двигатель. Силовой агрегат ЯМЗ-238М2 на 240 лошадиных сил находится в закрытом кузове. Его работа не только приводит в движение грузовик, но и обеспечивает шнекороторные системы. Этот ЗИЛ на сегодняшний день является самым дорогим в России.